следующий этап приготовления колбасы я и не формировала вот такими полукольцами я делала первый раз первый раз колбаска то есть предыдущем видео потому что колбасу мы делаем постоянно предыдущем видео колбаса была более суше и на противне не было видно вот такого вот жира так как цепь перепелки племени он и бишь такие жирненькие вот и цель весь жирочек остався вот у нас на противне его можно использовать а мы используем приготовление если делаем кашу варим или гречневую или рисовую кашу даже овсянку если с тушенными овощами и вот вот эту вот юшечку вот этот вот жирочек используется повод прямому назначение значит готовила колбасу фарш один же той же самый одновременно в духовке запекалась противень меняла сначала цей был на низу вот потом форма керамическая была верху потом вниз опустила то есть меняла но все равно у форме колбаса не бишь так зажарилась вот в на противне бишь вона зажарена по вкусу машины пробовали бачите все целенькие все что запекалась на противне еще осталось целым а вот вчера вечером от вчера вечером мы поужинали вот колбаса пока горяча вона сочного дочка моя дуже любишь об она была вот именно свежа с пилу жару я кажу завтра покушаешь колбасу она каже не я теки хочу щас вот ну и колбасу дети мои разогревают и едят тепленькую мы не пижарим просто чуть-чуть педе грил и теплую як в прикуску надо радовать свою семью якимось вкусняшками обязательно тут и трошки хоть спадает такий напряжение нервное вот так что тут тоже образовався такие вот жирочек вот такие жирок от перепелиного то есть от колбасы перепелиный вины на стеки насыщена желтый и винтаки нежно нежно таких яку то есть олея да если олея есть бледненько такая прозрачная если насыщена желтого вот так же получается и жир перепелиный по сравнению если бы ця був куриный жир да если тут курочка из курицы я рабыла или и сутки с другой кольцем пернатого то жир конечно был бы более насыщен колбаса получилось дуже сочно вкусно вот спрашивали як це може будь колбаса с перепелиный если видно что там есть кусочки жира ну значит зрительница моя вы возможно не информирование то что я можу приготовить с перепелиного мяса начинка сто процентов перепелиное мясо а обязательно надо добавить сало шпик любую колбасу якуб я не делала даже с кролика кролячую колбасу из кроличьего мяса а в она является самой вкусной колбасой из кроличьего мяса и перепелиное многих много колбас делала вот так что хочу сказать как бы вы не приготовила сало шпик обязательно надо добавлять ну таки в зависимости сала шпик я говорю сейчас о колбасе с кроличьего фарша то есть мясо кролика и перепелино полюбому надо добавлять сала шпик ну а если там готовы ты из свину говяжью то вы знаете эти пропорции сколько добавлять и я кого мясо из свинины и я кого мясо потому что на таких крупных животных мясо есть а к шея в она более мягче если клуб он более жестче и лопатка тоже является более мягче и также мясо если шеи то вы можете его или перемолоть или порезать кусками вот ну конечно вам надо девушка не помню вашу имени изучить як готовить колбасу то есть должен быть если это домашняя такая селянская в духовке колбаса должна быть часть фарша ризаного рубленого желательно часть фарша перемеленого вот и часть таких жирных от як сала рублене воно должно быть именно рублено я говорю сало шпик тоже можете погуглить если вам вот такие вот термины слов неведомие вот а я бы сказать